всем привет друзья сегодня 6 декабря машина загружена под завязочку мы едем закрывать сезон по саму условия сразу скажу мы не выбирали такие очень сильные сильнейшие поводки за последние годы то есть там я не знаю мы сможем ли вообще куда-то подъехать но решено значит решено едем будем пытаться сделать все настрой как сказать оптимизм должен всегда присутствовать но связи с такими условиями тем более на днях был снег был мороз сейчас потеплело снег стаял ветра дожди давление скачет но мы не ищем легких путей поэтому все-таки сезон закрывать надо разберемся когда будем на месте будем мы уже будет темно поздно и я уверен придется покататься поискать вообще какие-то возможности где что-то где как встать уже понятно что нету возможности вероятно я думаю что у нас будут большие проблемы с живцами поэтому с собой запакован спиннинг на сама и учитывая то что поводки можно все-таки надеяться на активных самов которые ушли с течения и стали активными но самая большая проблема в том что со вчерашнего дня уровень воды начал резко резко падать а это но это вообще все плохо на такой оптимистической ноте начинаем нашу поездку наше видео посмотрим что из этого получится ну а пока в дорогу все под водой вот такие дела друзья чтобы немножко понимали хочу объяснить ситуацию было очень мощнейшее наводнение сейчас вода здесь буквально позавчера она доходила вот видно нанесло ли вот листву вот здесь она еще стояла не выбирали именно такой момент просто выпало время спонтанно собрались что плохо высокая вода всегда хорошо рыба активируется ей надо сом где-то лежал там отдыхал в полу спячки скажем так спячки вышел двигаться надо пополнять запасы энергии когда вода подымается но когда вода начинает спадывать во всяком случае я знаю вот этот водоем это ну просто плохо скажу так откровенно удалось поймать карпика небольшого уже вчера ночью только приехали вообще не спал еще практически и вот поутру взяли карпика даже если удастся поймать живцов проблема в чем вода падает рыба уходит то есть когда вода высокая достигла какого-то уровня или подымается рыба прижимается в берег но когда вода начинает падать рыба опять же уходит рассредотачивается неизвестно где и найти ее понять где всегда сложный ну и клев прекращается можно так сказать в этом вся проблема то есть если даже удастся поймать живцов нет возможности нормально куда-то вывести мощное течение несет грязь несет палки ветки и и так далее где это может быть можно было попробовать что-то поймать ну где-то сделать поставить растяжки зная определенные места можно было сказать все едем туда но так как это очень сильное наводнение было где-то затоплены дороги где-то затопило даже целые деревни и тут не приходится выбирать то есть где встали я рад уже тому что мы вообще не провели двое суток в дороге вообще найти место где можно встать поэтому будем исходить из данной ситуации я сейчас взял с собой спиннинг и буду пытаться надеяться что может где-то какой-то сом еще и стоит вдоль берега ну активно попробовать в донках я не вижу сейчас смысла так как я уже говорил из-за грязи что несет очень много деревьев то есть но это как бы не вариант как вариант еще может быть выйдем на лодке попробуем когда вертикально вертикальную ловлю опять же если будут живцы ну а пока остается только пробовать на искусственные приманки вот с берега где есть подходы я вообще скажу так если что-то удастся поймать с усами на сама то это будет чудо в данных условиях в данной ситуации но будем стремиться и опять же хочу показать что не знаю чем закончится это видео с успехом без успеха ну даже если без успеха но я его опубликую чтобы было понятно что но не все так просто легко чтобы не было этих разговоров да у вас там каждый дурак сама поймает то есть если выкладывать каждую рыбалку то вообще смотреть больше никто не будет потому что рыба не каждый день спиннинг крепкий плетенка 037 поводок из монолески это по-моему миллиметровка ну и для первого захода скажем так взял с собой легкую блесну чтобы она не тонула да не заглублялась так как буду облавливать вообще прибрежную зону и вот еще такая погремушка потяжелее классика это fc дамовский крючки все заменил тут что вот такая блесна прототипчик такая вещь и вот не сильно заглубляющийся воблер двухчастник хорошо тоже из-за своих фриквенции срабатывает ну сейчас начну ловлю времени немного туманище пока рассвело сейчас уже скоро темнеть начнет так что поехали так нам чтобы понимали не нужны никакие там ямы никакие бровки рыба я еще надеюсь не не начал уходить сейчас рассредотачиваться по каким-то заводим заводь конечно было бы прекрасно но вот может стоять еще где-то вот прятаться от течения поэтому даже вот может быть вот такие броски могут могут надеюсь провоцировать кого-то на поклевку хотя шансы как я уже говорил малы течение просто бешено надо я уже заметил потяжелее блесну сейчас ставить то есть это вообще даже не заглубляется пойдем поменяем сейчас это тоже имеет место быть но там вот где-то в закутках может быть дальше сейчас все-таки хочу попробовать воблер сильно не заглубляющийся ну и буду менять потяжелее блесенки есть всякие много еще с собой силикон есть но я для начала решил попробовать вот кидаю не вдоль берега дальше с учетом того что сильный снос и даже сейчас наверно перебьет к берегу чтобы не занесло в общем в коряги скажем так чувствую придется много оборвать приманок потому что ну чтобы вы понимали тут же вроде берег то есть коряги что-то тут по-любому лежит ну и вот так систематически будем пробовать даже вот такие вот заходы скажем хопс и так далее просто опасно все это сейчас поклевка нормального сама и ушел как хороший лыжник еще раз объясню забрасывать чуть чуть дальше там рыба вряд ли будет стоять но пока я подтяну приманку и и снесет прям вдоль берега поэтому кидаю не вдоль а чуть дальше и вот где-то может быть здесь сейчас может быть она в такой нормальной зоне скажем наша приманка вот вдоль берега прям сом очень часто стоит прям под ногами и даже зимой ребята вот в таком случае когда сильные паводки он не будет где-то там вряд ли сейчас на камеру видно но течением мощнейшая здесь вода стоит здесь вся рыба тоже самый сом прячется от течения или даже если ему надо питаться то здесь весь его корм конечно где-то если есть какие-то ямы заглубления он может встать в яму и там но течение не так его тревожит скажем так но это искать искать ходить искать вот показываю место решил вернуться в наш лагерь и взять все таки еще с собой силикон почему такая мысль вот чтобы обкидывать такие вот места какой-нибудь воблер или блесна ну ее надо завести да то есть дать какое-то время какую-то определенную скорость проводки силиконом я могу просто вот так например например вот так вот подкидывать и он уже может работать сразу да смотря какая огрузка поэтому хочу а был обловить прямо прям деревья вот эти все поэтому иду за силиконовыми приманками тем более у меня есть что испытать скажем назовем его так прототипом вот и пойду дальше так вариантов немного друзья прошел сколько ушел на пол километра вот нашел пятачок где еще можно может что я имел ввиду здесь не раскидаешься воблерами еще чем-то придется в подкидку трехчастничек скажем ему идет у меня вот такой стингер получается вот эта часть ворачивается в рыбку на вот это вставляется вот эти тройнички при помощи вот этих скобочек сейчас я беру и потом покажу в готовом виде и буду подкидывать плюс у меня еще есть если уже вообще все печально будет то есть тут по-любому все в деревьях в корягах вот такой вот twin с закрытым крючком но вероятность очень велика в том что даже если будет поклевка что очень много холостых поклевок до сом не хватает как щука вот так он всасывает ну есть все-таки шанс что он как-то зацепиться но зато не будет много обрывов тут то есть надо решать на что мы идем в этом вся и сложность так теперь вот это втыкаем вот так раз понимаете да как это работает все вот один тройничок у нас висит второй вот сюда на вытянутую все тройники у нас свободненько так висят блин это можно было дальше даже просунуть ну в принципе нормально убираем ох карабины мощный но на морозе блин их открывать это раз бывает проблематично проблема в данной ситуации вот эти два тройника это зацеп гарантирован поэтому ну это просто хочу даже просто попробовать да это и вот так вот прям вот раз где-то может выскочить один и вот таким образом систематически можно облавливать но играет хорошо играет хорошо немножко наверно надо грузить вот если возникает такая проблема утройник видите перехлестнулся но при таких забросах это бывает довольно таки часто просто берем и так наживляем на этот можно остаться оставить болтающимся и вариантов немного друзья поисков самов но есть еще лодка но до этого мы доберемся потом продолжаем нашу рыбалку так главное не уехать отличное место закуток от течения рыба по-любому есть надо только попытаться соблазнить так но здесь здесь я думаю нужно уже другая приманка потяжелее сейчас еще пару забросов попробую прямо огруженная надо огруженную резину скажем так видно да наверно как прет течение просто по бешеному на дурничка как говорится все попробую а вдруг правда по поверхности сейчас идет приманка здесь можно сейчас блесенку подцепить тот же самый воблер почему нет и облавливать вот это место нужно прям чувствую здесь они есть какой-то канальчик входит затишье от течения вот кустики вот эти кустики сейчас я и тоже облавлю вот этой приманкой и и потом перейду на другую погремушку сейчас пущу вход не очень тяжелая двойная я не знаю если они сейчас вообще где-то в производстве в продаже вот в легком варианте от blinker york сильно углубляться не хочу потому что я не хочу облавливать какие-то ямы повторюсь но здесь вот прибрежные зоны какие-то почему нет можно даже дать немножко заглубиться там уже все там несет просто по бешеному но сейчас ее сносит блесну и сейчас пойдет по перспективному такому углу на мой взгляд усилился ветер я честно говоря сильно замерз ну нет перчаток мы не ищем легких путей усилился ветер и очень-очень усилилась течение походу где-то открыли шлюзы сейчас сбрасывают последнюю воду течение мощнейшие делаю паузу буду еще что-то пытаться делать конечно но все печально ничего закрытие сезона зато пошли на воду а вот 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 сорвала нафиг палатку у нас все приходится срываться мокрые холодные все насквозь мокрая нафиг все закрыли нахрен сезон пора на пенсию следующую сдуло понесла переломала палатки и примерно как то вот так это все все нахрен выглядит 6 поляшкам сок под самятника топчем декабрьская рыбалка мы ели чеснок заболеет